Пожилая череповчанка получила травмы в салоне автобуса. Авария произошла 1 февраля на улице Олимпийской. По информации ГИБДД Череповца, водитель автобуса 31 маршрута стал тормозить перед пешеходным переходом. В этот момент в салоне упала 80-летняя пассажирка, которая не держалась за поручни. В результате женщина получила перелом ребер. Фиктивный зять оставил престарелую тещу без машины. Как сообщает газета «Голос череповца», пожилая женщина обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который ради прописки до этого женился на ее дочери. Несмотря на фиктивный брак, пенсионерке мужчина помогал, а потом предложил вместе купить автомобиль. Через некоторое время Ниссан Тирана, за который пенсионерка заплатила почти миллион рублей, был продан, как уверяет женщина, без ее ведома. Увеличила себе зарплата на сотни тысяч рублей. Начальник одного из почтовых отделений Вологодского района подозревается в краже товаров и выручке на общую сумму более полумиллиона рублей. По версии следствия, женщина осенью прошлого года вместо того, чтобы внести деньги в кассу, забрала их себе. Кроме того, она присвоила разные товары и печатные здания. Внезапно проведенная проверка финансовой деятельности обнаружила эту пропажу. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере». Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Попытка объехать пробку завершилась неудачно для автолюбителя в Череповце. Инцидент произошел сегодня в Заречии. Водитель УАЗа, как и многие череповчане, попал в дорожный затор на проспекте Победы. По словам очевидцев, в какой-то момент внедорожник, стоявший в крайней левой полосе, выехал на разделительный газон и застрял на рельсах. В результате преградил путь трамвая. Несмотря на усилия выбраться из ловушки, водитель УАЗа сам не смог, помогли проезжавшие мимо автолюбители. К слову, как писали в группе ДТП Череповца, причиной пробки первоначально стало столкновение автобуса и иномарки недалеко от управления образования, а затем цепная авария в этом же месте с участием шести автомобилей.